Здравствуйте! В студии Алексей Бычаев и это «Мировые новости». Центральный банк России закончил масштабную чистку рынка микрофинансовых организаций. За 2016 год из реестра МФО исключили более трети его участников, поставив тем самым абсолютный рекорд. На конец прошлого года в госреестре микрофинансовых организаций осталось почти 2700 компаний. Исключили из него более 1700, сообщили РБК в Центробанке. Из реестра исключались организации, которые систематически нарушали закон, не вступили в саморегулируемые организации и не отвечали установленным требованиям регулятора. Процесс затронул в основном слабых игроков, сильные напротив, увеличили за прошлый год число заемщиков. Рост рынка по этому показателю составил 40%. В России были неоднократные случаи, когда проценты по микрозаймам доходили до 3000%, а долги потом выбивали варварскими методами. В следующем году Центробанк планирует продолжить работу по чистке МФО, но не так активно. Это перекликается со вступлением в силу закона о коллекторской деятельности. Рынок этих услуг пытаются привести к более или менее цивилизованному виду, чтобы люди могли брать быстрые займы под большие проценты и не боялись, что им в окно потом закинут коктейль Молотова. А вот вопрос о том, почему, собственно, людям приходится брать эти займы, до сих пор остается открытым. Министерство здравоохранения разрешит врачам ставить диагнозы дистанционно. Минздрав вместе с экспертами по информационным технологиям доработали законопроект о телемедицине, оказание медицинской помощи через интернет и другие средства связи. Последняя версия документа, помимо дистанционных медуслуг, разрешает удаленно выписывать электронные рецепты, в том числе на наркотические и психотропные вещества. Пока не определено, на каких площадках и при каких заболеваниях можно будет получить удаленную консультацию врача. Это только предстоит определить законотворцам. Дистанционные консультации врачей – это адекватная мера для улучшения доступности медицинской помощи, заметил член Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. В США, например, рынок телемедицины хорошо развит. В 2015 году через эти сервисы было совершено почти 900 тысяч консультаций. Использование телемедицины для мониторинга больных с сахарным диабетом в США снизило частоту госпитализаций и амбулаторных визитов таких пациентов на 58%. В России пионеры телемедицины пока только тестируют возможности технологии. Но перечень услуг очень ограничен. Цены колеблются от 2 до 15 тысяч рублей за одну консультацию. Интересно, поможет ли телемедицина разгрузить российских врачей? Или очередь просто переместиться в интернет? Это были мировые новости. Субтитры создавал DimaTorzok